Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, большой привет всем, кто смотрит, слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране» и здесь только лучшие из лучших. Поэтому с большим удовольствием рада вам представить своих сегодняшних гостей. Друзья, Фидель, бурная область. Здравствуйте. Привет. Ну и Павел Мурашов. Паш, привет. Всем привет, Саш, привет. Всем привет. Привет, 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 привет. Ну а теперь рассказываем вдруг для тех, кто по каким-то уважительным причинам сейчас задались вопросом. Так, 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 подожди, тот ли это Мурашов, Мурашов, Фидель, Талия, Токсения, так, что, что. Разбираемся теперь подробно. Но сначала мы очень захотели познакомиться с Фидель, с артисткой, талантливой, молодой, чудесной. Но когда мы еще узнали, кто является ее супругом, наши службы разведки, Данис Лана, мы, конечно, не смогли себе оказать удовольствие пригласить эту чудесную семью, талантливую, очень интересную к нам студию вместе. Поэтому, ребята, очень рады, рады, рады. Спасибо, спасибо, мы тоже очень рады, спасибо, что пригласили нас. Ну, тем более, что вы же невероятные молодцы, у вас столько поводов, и вы еще только, скажем так, ну, раскручиваетесь, наверное, да, несмотря на то, что у каждого из вас за плечами, конечно, большой такой очень хороший, красивый, творческий путь. Не без сложностей, но они, как известно, закаляют. Это точно. Ксюша, ну, давай начнем с тебя, потому что ты у нас все-таки главный инфоповод такой, на самом деле, потому что с тебя все началось, и ты протоптала, да, дорожку к нам сюда в студию. Много новинок появляется в твоей жизни, и Инстаграм об этом свидетельствует, ты постоянно делишься, и прям что-то вот есть из последнего, с последнего. С последнего, с последнего, завтра будет релиз нового трека «Химия», следом за ним еще будет акустическая его версия, которую мы сегодня представим. Спасибо вам за это, да. Да. Ну, до этого еще вышло две композиции. Это, так скажем, новая дорога в моей жизни. Вот как раз в этом году мы начали все заново, после молчания, после лейбла, после всех передряг. И, собственно... Собственно, полны сил творческих и энергии. Да, и энергии, и нового пути, да. Ну, и самое-то главное, что вам никто не нужен на сегодняшний день, если я правильно понимаю, поправьте меня, если говорить об авторах, там, слов, музыки, аранжировки и так далее, потому что вы сами себе авторы, аранжировщики и так далее, и тому подобное. Есть, и подел. Паш, ну вот то, что у Фидель сегодня выходит, вот ее новой творческой жизни, это совместных рук, дело, сердец и голов, или больше твоей работы? Расскажите. На самом деле, можно немножко забежать назад. Давай забежим. Да, потому что мы познакомились в 2013 году, и Ксюша тогда как раз только зашла на лейбл Black Star, и об этом все знают, в принципе. Да. И мы тогда как бы готовили одну пластинку с Тимуром Тимати, но об этом позже. Ну ты-то в Black Star уже был с 2009 года, если я не ошибаюсь, да? То есть у тебя в этом году юбилей, между прочим, 10 лет, да? Надо отвечать. Да, кстати. Подарки, не знаю, Black Star тебе или ты им должен по этому случаю как-то, или обменяться должны. Это мы решим между собой. Но он самый главный подарок. Ну короче, ты уже к тому моменту, пока не пришла к Тиме, написал огромное количество крутых треков, как самому Тимати, так и его артистам, да, артистам Black Star. Так точно, но больше тогда я именно с Тимуром работал, прям, мы писали тогда, я помню, пластинку, она называлась «13», и как раз Ксюша появилась на лейбле, и у нас была песня под названием «Море». Об этом многие знают, что у Ксюши есть такая песня. Вот, и тогда мы пригласили ее как новую артистку на этот трек, у нас была как бы общая песня. Вот, и тогда как бы все завязалось, и соотношениями... Завязалось вообще все, надо говорить тогда. Поэтому то, что сейчас выходит, я знаю, тоже нелегкий был путь, и там перетрубации разные, смена разных там и лейблов, и всего этого, об этом тоже позже может быть, привели нас к тому, что мы решили все-таки заняться уже своим творчеством, немножко выпускать то, что у нас есть, и... Ну и себя работать, давайте так вот. Да, у Ксюши очень много классных песен, безусловно, ей сказать этому миру, людям, и хочет делиться. И я знаю, что очень у многих людей песни, которые она выпускала даже на лейбле тогда, но оставляли сумасшедшие впечатления, люди помнят их. Вот, и поэтому сейчас то, что новое выходит, это безусловно как бы наша общая работа. Но нам, конечно, на руку играет время. Сегодняшняя вообще ситуация. Это точно. С лейблами, а с интернетом в том числе. Сейчас в шоу-бизнесе есть ситуация, потому что мы, тем более люди, которые уже имеют опыт, так скажем, в принципе, большой. Ну, при маленьких, конечно. Особенно там Паша, находясь все время в эпицентре событий, скажем так, всех. Ну и я тоже, как бы косвенно. Таким образом, мы уже знаем какие-то пути, связи и все остальное. У нас есть, собственно, какая-то такая база, которой мы можем пользоваться и быть самостоятельными в этом смысле. Поэтому в этом, конечно, плюс. Паш, на сегодняшний день ты относишься каким-то образом к Blackstar? Ты продолжаешь с ними сотрудничать? Безусловно, конечно, конечно. Плотно и конкретно. Самым плотнейшим образом. Но не все-все-все, что выпускает Blackstar в твоих рук дело, но... Очень много, практически, да. То есть, ну, в основном... Ну, последнее вы что-нибудь назови там, пожалуйста. Авторство и продюсерство — это песня «Назима» и «Тимати», которая сейчас номинирована, кстати, на «Золотой». Помогите мне. Граммофор. Не надо, не надо нам про это. Главное, что у нас эта работа в эфире есть. Да, одним словом, ну, как бы последние песни, особенно артисты, которые, если вы помните, песни были на ТНТ, и наша команда победила Blackstar, и то есть все артисты, с которыми мы сейчас работаем, там, Ам Числавский, вот последняя песня его, которая выходит уже под моей гидой. Он уже вышла, она у нас в эфире уже, так что да. Как чудесно. Паш, ну ты вообще, тебе, оказывается, в нашем эфире очень много, но тебя, ну не твоего голоса, но с сегодняшнего дня же надо все уже было исправлять. Надо спеть что-то, я думаю. В конце-то концов, ну. Слушай, а когда вот Ксюша пришла в 2013-м в Blackstar, ты прям что, прям сразу вот с порога? Так, ну-ка, интересно. Это интересно, что? Ну, что, 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 что понял, что она не просто талантливая артистка, а что она тебе интересно гораздо больше, глубже. Мы, безусловно, сначала поняли, что, как бы, ну, это потрясающий голос, я артистка, да, и об этом знали все и понимали это в тот момент. А все, что остальное, это, как бы, ну, постепенно, немного. Но у нее екнуло тогда, я помню, она рассказывала не раз. А, ну вот обязательно в меня, да, надо сдавать. Все, что все-таки первое влюблено. Ну, мы же переводим сюда стрелки, как бы, аккуратно. Ну, мы так присматривались долго. Ну, понятно, слушай, у Паши такой там стоит график серьезный, я так понимаю. Наверное, задача 10 хитов написать за 2 дня и, понятно, ему просто открыть глаза широко, наверное, физически нет времени, просто элементарно. Слишком много всего вокруг. Не-не-не, глаза открывались нормально, там все. Ну, твой уход из лейбла к Павлу в лейбл, назовем его так. Ну, в то время это было не к Павлу в лейбл. Тогда произошел мой, скажем так, случилась коллаборация катастрофическая с человеком, который был тоже связан с бизнесом. И, к сожалению, я подписала контракт, который меня погубил, собственно, на то время, на 2 года. А твои фамилии не произносишь, да? Я могу сказать Станислав Катинский, с удовольствием ее произнесу. Мало ли, просто кого-то уберечь. Конечно. А погибель заключалась в чем? Ну, дело в том, что 2 года просто судебных разбирательств было постоянно. То есть я не буду, конечно, сейчас забивать эфирное время объяснениями, но просто вот... А меня причем предупреждали даже охранники Тимати. Да? Девочка, не ходи туда, к этому дяде. Ну, в общем, ты как-то 2 года продержалась. Ну да, но слава богу... Сказать спасибо, был Паша рядом. Паша был рядом. К концу второго года, пока я занималась своими вот этими какими-то внутренними делами, у нас появилась прекрасная дочка. Ну вы молодцы. Вы время зря не теряли. И судились, и дочку рожали. Отлично. Между делом. Поэтому, да, все сложилось наилучшим образом, на самом деле, как бы, все, что не делается, как говорится. И все нас привело к тому, что мы все-таки решили, что без творчества сольного очень не хочется продолжать свой путь жизненный. Поэтому все начинаем за новым. Ну, творческие люди, конечно, нужно петь, петь, петь. Ну, скажи, во всяком случае, Black Start потом не предъявили тебе никаких претензий? Ну, ты куда-то на нашу общение? Ну, это абсолютно. Ребята спокойные в этом плане, и тем более... Они даже и рады. Я знаю, что... Другими судиться не будет, Ксюша, все в порядке. Да, я знаю, что, как бы, ну, ребята хорошо разошлись, то есть спокойно поняли друг друга, как бы, и отпустили. И за что, кстати, огромная благодарность, и не было никаких, там, вопросов или каких-то... Ну, а главная все-таки причина, как тебе кажется? Тебя в рамки пытались зажать, там, или... Ну, знаешь, я скажу так, это было пять лет назад, я тогда была совсем другим человеком. Ну, понятно, конечно. Ну, не знаю, что кардинально, но во многих вопросах, например, в вопросах дипломатии, и, возможно, если бы сейчас произошла такая ситуация, а я думаю, что она вообще вряд ли бы произошла, то, конечно, могло бы быть по-другому. Но, опять же, я говорю, что не факт, что все равно у нас у всех, наверное, в жизни есть какая-то глобальная цель, к которой мы идем. И неизвестно, какие все-таки вот эти вот части жизни правильно сложатся для того, чтобы привести вот к цели той заветной большой. Поэтому, возможно, вот эти все передряги, они для этого и пришли в жизнь. Ну, что, очень мудрые слова. Предлагаю вот уже перейти к живому выступлению, к хорошей такой музыкальной части нашей программы. У нас сегодня музыкальный инструмент. Ваш, скажи, это вот твой рабочий, домашний... Домашний, рабочий, студийный. Студийный. Вот на этом инструменте? Да, очень много. Творятся супер-хиты современности. Но это больше инструмент для лайв-концертов, поэтому он такой большой. Шикарный звук у вас сейчас просто ушел. Спасибо вам, ребята. Спасибо ребятам, которые настроили тоже здесь все как бы в стерео. Очень приятно. Ну, кто у нас начнет? Фидель? Фидель? С тебя начнем, да. Хорошо, давайте начнем с ним. Расскажи в двух словах, что мы сейчас именно послушаем. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая открывается в «Адинс Завтра». Но она будет немного в другой версии. Там другая аранжировка тоже. А у нас про мировая премьера сейчас так, да? Ну, звучит, да, именно так. Паша делал аранжировку, естественно. Я писала слова и мелодию. Но сейчас мы исполним версию, которая выйдет немного позже. Она акустическая. У нас там состоялась прекрасная запись со скрипкой еще и виолончели. Ой, какие здоровые. Да, но это будет немного позже. А сейчас ее премьера. Порося. Разлетелась так, что не соберусь. Я искала знак, потеряла курс. Проклят будь тот день, где мы пересеклись. До него была другая жизнь, моя простая жизнь. Мне казалось, ты пришел меня спасти. Но ты ломал руины те, что и так на куски. Ты говорил, что как умел меня любил. Ты так жестоко изменил. Мой химический состав крови, меня оставь в покое. Да что со мной такое? Ну нет, постой. Я хотела рядом быть с тобой, но бессмысленно и больно. Как же избавиться от этих мыслей? Ты во мне высечен, кровью написан. Ты так играл и впустил за кулисы. Но извини, я не актриса. И как теперь возвратиться к жизни, где он не снится? К месту на сто страниц назад. К времени, где он новый, я очередной знакомый. Я хотела рядом быть с тобой, но бессмысленно и больно. Лишь потеряла время, потеряв контроль. Мой химический состав крови, меня оставь в покое. Да что со мной такое? Ну нет, постой. Я хотела рядом быть с тобой, но бессмысленно и больно. Лишь потеряла время, потеряв контроль. Певица Фидель, друзья, за роялем. Маэстро Павел Мурашов. Спасибо, ребята. Это очень красиво. Спасибо за потрясающую премьеру. У нас пауза небольшая, и мы очень скоро вернемся к вам. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжаем программу. У нас сегодня в гостях певица Фидель Павел Мурашов. Он также и певец, и аранжировщик, и автор, и исполнитель, и композитор. Паш, что еще можно про тебя продолжать бесконечно? Ну, маэстро, давайте таким словом, немножко старым сейчас кто-то скажет, но оно, мне кажется, вмещает себя. Ну, кстати, молодые ребята до сих пор продолжают называть меня так. Да? Ну, ты видишь, я прям считала это в воздухе. Это Матвей особенно, мод который. Ну, понятно. Он всегда, если пишет мне, он первое... Здравствуй, маэстро. Здравствуй, маэстро. Маэстро, ну, ты признавался в своих интервью не раз, что у тебя много материала, который не подходит ни одному артисту. Не только Блэкстар, но и вообще в современной... Те, кто на современной сцене. Этот материал сугубо авторский, сугубо для тебя, да? И вот он где-то складывается, 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 и вот ты начинаешь делиться им. В мае выпущены Пи, 4 на 4. Грядет и еще сразу же продолжение этой истории. Осенью расскажи нам, пожалуйста. Да, пластинка вышла 17 мая. Такая довольно философская пластинка. Там 5 треков. Причем каждая песня, там, не знаю, заметил кто-то, не заметил, кто-то слушал. Она по 4 минуты и 44 секунды каждая. А вот почему у тебя 4 на 4? Вот на 4 на 4 там отдельность. Причем это не было изначально специально задумано. Да, это как-то так произошло, это другая история. Но, одним словом, пластинка такая довольно философская и для меня очень личная, потому что я, как бы, можно так сказать, очень долго молчал и не выпускал ничего своего. И туда я вложил прям всю свою музыкальную жизнь, и как бы мне хотелось бы это выглядело. Туда записал живые струны, там, оркестр, живые барабаны, гитары. То есть она такая большая философская пластинка. Вот. А сейчас, так как очень много материала, как ты и сказала уже, да? То есть есть очень много другой музыки разной. И поэтому я думаю, что это будет удивлять, мне кажется, слушателей тем, что сейчас, допустим, недавно вышла песня под названием «Слабость». Это такая очень секси-песня, тоже, опять же, личная, да? Но у многих она, как бы, ну, всем она понравилась, и это абсолютно другая музыка, чем была на пластинке. То есть она, мне кажется, больше, наверное, как сказать, популярнее, или как востребовании, да? Ну, современнее, что ли, да, там, магнее. Раньше Пашу просто в Москве знали как deep production. Да, при этом, да. И у него была такая R&B и больше soul, и вот это, я думаю, что он классическому deep production больше вернулся. Да, и просто для меня никогда нет такого, там, я гонюсь за какой-то модой, или, там, типа, вот, я сейчас, там, я постарел, у меня седина, что мне делать, нужно что-то там, типа, чтобы меня поняли, да? То есть я ни в коем случае, то есть все, что я выпускаю и буду выпускать, и вообще делаю, это все, как бы, ну, то, что мне нравится, и это, я же этим живу, я слушаю эту музыку. И то, что ты не можешь себе позволить сделать на работе, там, условно, Black Star. Ну, скажем так, да, нет, я могу, я очень... Но тебе скажут, переделывай. Ни в коем случае. Кстати, нет, могу сказать, но просто я тоже, я же, как бы, в современном мире живу, я понимаю, что то, что мы сейчас делаем, это действительно нужно быть в тренде, и мы делаем это, и мы хотим, чтобы что-то свежее было всегда, да, на лейбле. Вот, но в моем случае, слава богу, я говорю, я, в принципе, могу делать то, что я хочу, поэтому это и здорово, без, как бы, какой-то там сверху продюсера какого-то или чего-то. Ну, то есть, тот альбом, это тоже EP, который вот осенью, там, со дня на день, я так понимаю, да, ожидается его выход, это будет уже другой Павел Мурашов? Ну, нет, это будет Павел Мурашов, просто с другой музыкой, как бы, да, ну, то есть, все будет прекрасно там. И дальше больше, а следующий будет еще отличаться? Там, я думаю, что я уже, наверное, сяду за полную пластинку, надеюсь, уже прям на студии закрыться, чтобы сделать вот так. Там треков 12-13, чтобы было. Ну, а что будет обстоять, как дела будут обстоять с пластинкой для Фидель? О-о-о. Ты понимаешь, да, Чеш, потому что ты видишь, да, что у Ча, которым глобальные такие планы, свой сейчас EP-2, потом у меня глобальный какой-то большой альбом. Нет, безусловно, будет альбом, просто нужно, хочется немножко выпускать сейчас синглы, пощупать, потому что тоже очень много, у меня песен, они разные, и хочется просто понять, как я ближе людям, потому что, например, когда я выпустила там первую песню «Остаёмся», она тоже немного такая, похожа даже на Пашину, вот эту, которая вышла «Слабость», и она тоже такая вся типа секси-секси, а люди, многие ждали, что будет что-то типа «Не буду бояться», если ты, Саша, в курсе, что это за песня, она такая более американская, но она такая мотивирующая, классная, но жанр, конечно, не отличается от этой, и многие ждали, что будет вот какая-то такая музыка, поэтому будем сейчас пробовать разные, выпускать песни, меня вообще не смущает эта история, типа, ну, вот как аудитория же должна понимать, куда ты направляешься, и вот быть только вот в одной какой-то нише, нет, я точно так же, ну, Паша просто, он берет и пешками сразу, разные, нет, у меня же тоже сейчас синглы пойдут, как бы, мы об этом говорим. Ну да, но, в общем, хочется, да, сейчас выпускать какие-то синглы, но при этом ты же все равно будешь опираться каким-то образом на мнение, аудитории, да, смотреть на реакцию, как они вот на такую песню, на другую. Вот даже мы сейчас выпустили, у меня было большое желание летом, даже к тому, что сейчас выпустили, записать акустику, посмотреть, потому что я знаю, что люди, многие любят слушать именно такую музыку, и даже одна и та же песня с разными аранжировками воспринимается совершенно по-разному, и у нас в стране этого очень мало, я, например, на западных ребят смотрю, очень много выпускают обычные синглы какие-то, а потом следом прям берут целый EP, акустика, все те же самые песни в акустических вариантах, мне это очень близко, и людям я вот просто выпустила сейчас эту акустику «Состаёмся», и гораздо больше фидбэка, чем от ее оригинальной версии, мне очень приятно, и я именно на это рассчитываю. Ну вот видишь, какая-то публика, она избалована, надо сказать, сейчас очень сильно, во многом благодаря ей Павлу, кстати, Павлу избалована очень. Очень много электронного саунда, но очень мало живого исполнения, и я думаю, что людей сейчас это подкупает. А давайте мы посмотрим клип сейчас, не буду бояться как раз. Вот это да. Ну что, вы не против? О боже мой, ну пожалуйста. Ну давайте. Продолжается программа, друзья, у нас сегодня в гостях Фидель, у нас Павел Мурашов. Мы говорим про двух артистов замечательных, про двух талантов современности, и про семью молодую, красивую. И про молодых родителей, конечно, тем, конечно, масса для беседы. Паш, ну я не могу не рассказать о том, что у тебя же в Латвии большая история музыкальная карьера. Да. Ну какой-то там просто великий человек был. Я вообще не люблю этого слова, великий человек, но было дело. Ну было дело, однако, да? Что отрицать? Ну я сам из Прибалтики, ну в смысле я родился в России, и с трех лет я рос в Латвии, и безусловно вся музыкальная, как бы, моя деятельность и карьера начиналась именно там. Как в интернете пишут, очень влиятельный человек в музыкальной сфере. Ну какие-то там все радиостанции только твои песни крутили. Было дело, да. Правительственные оркестры, хоры правительственные, и всем этим заведовал ты. Ну не то, что заведовал, да. Разве что не дирижировал только, или это тоже было? Да, на самом деле очень большая деятельность была там, она связана была с разными, причем жанрами, и начиная с того, что там с 13 лет я попал на сцену всяких джазовых там клубов, и мы играли разные стили, заканчивалось все тем, что... Ты как музыкант попал, да? Да, в 17 лет, как писали газеты, я не знаю, правда это не правда, и писали всякие тинейджеры, тинейдж-журналы, как правильно сказать? Ну да-да-да, тинейджерские, конечно. О том, что я типа был самым молодым продюсером музыкальным, я продюсировал пластинку одного очень популярного такого артиста, его звали Гуннер Скаллинж, такой парень. Он, кстати, из Кукушечки, если помните, знаете, это Раймонда Пауэллса была такая детская... Не все помнят, я думаю, не все. Я думаю, что да, да. Но суди в этом, одним словом, я занимался именно разной деятельностью, и это были тоже и мюзиклы, и рок-опера, театральные истории, то есть это как бы, ну, очень, опять же, много-много жанровая была такая деятельность. Ты писал музыку, играл, что-то продюсировал. Да, писал музыку и продюсировал, да, делал, создавал как бы треки. И композиции, то есть большие какие-то прям даже альбомы, можно сказать. Ну, скажи тогда, ты сам уехал в Москву или тебя уехали, зажали? Слушай, ну, здесь очень просто... Или все совпало? Вообще-то да, можно сказать, не совпало. Серьезно? Но в какой-то момент я почувствовал, есть такой момент, как потолок немного. Да, конечно. Ты чуть-чуть чувствуешь, что хочется развиваться, двигаться. Тем более я слетал в Америку, учился в Лос-Анджелесе в 2007 году. И когда я вернулся, я как бы, ну, хапнул этой всей историей, то есть этой свободы. И вот такая вот большая страна, как это не страна, вернее, наша вселенная, да, музыкальная. Конечно. И каким-то образом попал в Москву и попал, вот, увидел всю эту музыкальную движуху, увидел столько музыкальных людей здесь и познакомился, кстати, в Юрмале, царство небесное, диджей Дли, который с Тимоти работал. Ну да, конечно. Да, и в то время я ему передал пластинку свою, и как потом уже через некоторое время люди рассказывали, он ставил ее в машине, говорил, ребята, есть такой чувак там из Латвии. И каким-то образом мы завязались с ребятами из Blackstar, и я первый раз приехал и понял, что, ну, это мой город, это прям Москва, это движение, и я остался здесь. Вот, как-то так, вкратце. Ну, видишь, и это твой город, и это твоя энергия, твое движение, твоя судьба еще. Это точно, да. Да, я очень рад этому. А ведь у тебя тоже была уверенность с самого детства, с пяти лет, что ты окажешься в Москве. Да, безусловно. Потому что ты же в городе Чебоксары родилась. Нет, Челябинск. Челябинск, извини, пожалуйста, да. И в пять лет, ну, как это, вот, расскажи мне, пожалуйста, девочка в пять лет, маленькая, которая там, одна забота и задача, там, я не знаю, кукла, что-то, игрушки там какие-то там петь, и что-то заявила маме, что ты будешь жить в Москве. Да, просто, ну, что тогда было? Тогда же не было интернета, там, чтобы все сидели в телефонах. На развлечении было телевизор посмотреть, и когда ты смотришь телевизор и видишь по первому каналу... Москва слезам не верит, фильм этот тебя вдохновил, скажи. Нет, я думаю, что если бы я тогда увидела этот фильм, я вряд ли бы его вдохновила. Как раз-таки наоборот, там, постоянная передача об артистах, об актерах, и ты постоянно вот с такого... Вот у меня, например, я понимаю, почему в таком возрасте, вот у меня сейчас дочки нету трех лет. Так. Но у нее такой склад ума, и она так выражает ясно, четко свои мысли, что мы с Пашей иногда пугаемся. Она уже сказала, что будет в Лос-Анджелесе жить вам. Типа того, а на грязи в Англию поеду. Да, понятно. Я и ближе Англия почему-то. Ну, это пока все еще может измениться, да. Вот, ну, и я просто помню четко вот почему-то, как вспышка такая, что была, да, я хочу сюда, и плюс, когда ты смотришь эти передачи, а потом еще ты смотришь на Америку, и ты понимаешь, что, ну, в Америку из Челябинска мне вряд ли с Радио удастся попасть. Поэтому надо сначала взять топ в этой стране. Вот, поэтому вот так. Я, конечно, не люблю такие громкие слова говорить, но это просто такой был ход мыслей. И все, с тех самых пор у тебя другие мысли и не посещали. Я не понимала вообще, как это будет. Вообще не понимала. Ну, то есть я училась там в школе, в музыкальной школе, в музыкальном училище. А в музыкальном училище по какому классу ты училась? По джазовому вокалу. Джазовый вокал у тебя уже был. Да, было много, много было очень там работы различной, но и как раз таки из-за того, что в то время приходилось работать много, пришлось отчислиться. И мне даже тогда директор университета говорила, просто уезжай отсюда, тебе нечего здесь делать. Даже никто не пытался там... Просто вся вселенная тебя уже не знала, как... Толкала прям. ...в на правильный путь наставить. Ну, просто тогда был такой возраст еще как раз около 18 лет, потому что я считаю, что чем позже, тем сложнее, особенно девочке, оторваться от дома. Да ну, конечно, нашелся бы какой-то паренек, все, в ЗАГС бы тебя завел, и сложнее было потом вырваться. Ну, был, да, тогда как раз. Конечно. Меня это не остановило. И что, 18 лет, все, чемоданчик был собран? Ну, я сначала набегами приезжала на три месяца, там, на полгода, потом уезжала на два месяца, понимала, что надо срочно рвать когти обратно. И все, очень сложно было, конечно. А окончательный переезд случился как раз на Голосе, когда ты попала, или... Нет, нет, до этого, конечно. До раньше значительно. Это был такой вообще достаточно сложный период, потому что из-за того, что оказалось, что музыка сломала, разбила мне сердце, там, и я переезжала даже не с мыслями с такими на тот момент, что я буду музыкой здесь заниматься. Мне просто хотелось оттуда уехать и вообще заниматься там чем угодно, работать на, там, не знаю, в рекламном агентстве, там, там, просто на какой-то работе. Это масса работ в Москве, известно, да. Да, конечно, лишь бы вообще с музыкой не связываться. Но потом, проведя, там, полтора года в каком-то упадническом просто состоянии, я поняла, что я не хочу ничем в жизни больше заниматься, если я не буду этим заниматься, тем, чем я всю жизнь занималась. Тогда вообще нет смысла существовать. Вот пришлось возвращаться. Ну, давайте тогда мы послушаем сейчас то, ради чего ты вернулась, или, Павла, послушаем, кого вы принимаете решение. Мы на что, у нас остаемся только, можно мы успеть можем? Да, еще бы вспомнить, в чем она была у нас. Ну-ка вспоминай. В оригинале, да? Ну, по-моему, да. А можно мне Пашу погромчить, только ушки немножко? Улицы в slow motion День был слишком сложный Мы с тобой похожи Друг для друга зеркалом Заплати по счету Мне известно, кто ты Заполняй пустоты С помощью меня Сядешь такси Я за тобой Мы по Москве летим ночной Здесь должен быть кто-то другой Только не я и не с тобой Ты не обещай Перезвонить Чтобы не стало слишком скучно Пару часов Просто любить Буду до самого нутра Всего тебя Остаемся Остаемся Вместе до утра Остаемся Остаемся Вместе до утра Остаемся Остаемся Вместе до утра Остаемся Вместе Пятая суббота В конке за свободой Загляни поглубже меня, загляни В поисках себя В тот заснеженных дорог вместе полетим Полуходим из панон, мы ныряем в дым В этом трансфентре как бог Не поколебим, даже слишком, но любим Снова в такси, я за тобой Мы по Москве летим ночной Здесь должен быть кто-то другой Только не я и не с тобой Ты не обещал перезвонить Просто приехал и остался Чтобы всю ночь просто любить Все и до самого утра Одну меня Остаемся, остаемся вместе до утра Остаемся, остаемся вместе до утра Остаемся, остаемся вместе до утра Остаёмся вместе Фидель, очень красиво Очень красивая песня Паш, я хочу спросить тебя Но не как мужа, подчёркиваю И три восклицательных знака А как музыкант Который знает все лучшие Голосы Латвии, России, мира И так далее Расскажи нам про Фидель В чём её особенность? Мы-то слышим, что это очень круто Но нам хочется профессиональным языком послушать Да, но я в принципе Всегда, мне кажется Уже, наверное, лет 20 Сколько я вообще помню себя Всегда говорил, что Иметь хороший голос — это одно То есть у тебя есть голос Ты голосишь Громко Громко, всё попадаешь То есть это замечательно Но для артиста Это недостаточно То есть это очень мало Поэтому здесь потрясающий Уникальный симбиоз В первую очередь этот человек — автор Начнём с этого Человек пишет Это очень круто, конечно Да, и пишет очень круто Я могу по пальцам пересчитать Особенно в современном мире Песен, где такая Ну, потрясающая То есть идёт как бы лирика В первую очередь Человек как бы делится этим И пишет это очень талантливо А во-вторых, она пишет мелодии То есть она слышит эти песни То есть ей не приносят песни Как бы А она выбирает, да Вот эти демки прослушиваются Нет, вот этого нету У нас писались Вообще ничего не могу выбрать И да, и удивительно Что при этом Человек как бы пишет Как бы свои песни То есть я ей помогаю музыкально Там выстраиваю гармонии Там какой-то Всё это как бы мы облагораживаем Но человек пишущий И человек когда начинает петь Тут ты понимаешь Что оказывается Ну, оказывается Там ещё и как бы Дива есть Да, за этим всем То есть вокально Вот, поэтому для меня Она, конечно, уникальный человек И я ни в коем случае Никогда не смешиваю Какие-то отношения Личные и профессиональные Поэтому здесь Настолько не хотели их смешивать Что на протяжении пяти лет Сколько мы длились Наши взаимоотношения Мы, думаю, что Всё равно подсознательно Не хотели даже Друг с другом ничего делать Общего иметь Да Нет, но иметь в виду А вы вырагивали этот момент Потому что Мы вообще не приверженцы Вот этих стереотипных ситуаций Типа певица, продюсер И даже мне как-то так Ну, типа, да Окей Но при этом Но при этом я говорю Я никогда не объединяю это То есть Ну, то есть Профессионально Это профессиональная история То есть И меня То есть Она как артист Меня восхищает И как бы с ней Приятно работать Она профессионал Профессионал своего дела Это главное То есть для меня И я Желаю как бы Чтобы это Как-то было услышано И двигалось дальше Дай бог Дай бог, да Мы подписываемся Подписываемся Под твоими словами И сейчас небольшая пауза После которой Обязательно вернемся Будьте с нами Программа продолжается У нас сегодня в гостях Фидель У нас Павел Мурашов А Фидель Это твоя история Ксюша Была Задумка Фидель Да Павла Нет Нет Так, третий вариант Какой вариант Павел вообще был против Это было У нас состоялся С Тимуром Дарчем Тогда эфир На вечернем Урганте Съемки И мне нужно было Срочно Как-то обозваться Да Можно так выразить Мы с Тимуром Тогда провели В гримерке На часа полтора Сидели Просто Выбирали Думали Гадали В итоге Я поехала в офис И Меня там Поставили перед фактом В ответ на что Я пишу Паше Говорю Ты знаешь Вот есть такой вариант На что Паша пишет Ни за что Не соглашаюсь И все Я просто начинаю рдать И плачу Меня уговаривает Там весь офис Да Офис тоже натерпелся Ну сказали Ну тебе сначала не понравится А потом Ты привыкнешь Стерпится Слюбится Кайфовать Ну и на самом деле Да Так и произошло Ну а Паш Тоже теперь Как-то привык Попривык Уже не сдрагивает Когда я тебя объявляю Фидель Нет Не сдрагиваю Паша У тебя скоро концерт Как выяснилось Совершенно случайно Где-то в ноябре Это что такое Некое подведение итогов Небольшое Творческий вечер В чем необходимость И что планируешь Ты там продемонстрировать Ну я опять же повторюсь Кто не слышал Я как бы долгое время молчал И ничего как бы не выпускал И тем более не давал концертов У меня были концерты раньше в Москве Но это мне кажется был Аж прям 12 год Последний был наверное какой-то концерт Мне хочется Во-первых Собрать Всех своих друзей Музыкантов Артистов Кто есть Кто помнит Кто знает И я знаю что многие ждут этого События И да Пока мы планируем это сделать На ноябрь Может быть середина ноября Дата конечно же будет еще В ближайшее время Но В первую очередь Я соберу действительно людей Которые мне интересны И мы соберем на сцене То есть мне хочется играть свою музыку Это будет обязательно Это будет какой-то живой состав Да Обязательно живые музыканты Может быть даже струнные Это будет Хороший такой Музыкальный Сбалансированный Как это Сбалансированное меню Да Которое Я представлю И Поделюсь той музыкой Которая есть То есть 4 четверти обязательно там будет Ну конечно Пластинка я имею А 4 четверти Да-да-да Я говорю про пластинку А может быть Кстати и да И Ксюша споет там Почему бы нет Мы об этом еще не говорили Разве это даже Можно обсуждать Разве это что Обязательно Ксюша Акстанин просто так все Я причем знаю Может быть Я знаю какую песню Я попрошу ее спеть Она еще не выпускалась Эта песня Но она скорее всего будет там Вот поэтому Все добро пожаловать Будет очень здорово Будет очень Хорошо Я прям в предпишении Давай уже такую затравочку Дадим немножко Нашим зрителям Слушателям Не только в виде информации Но в виде исполнения Что мы сейчас послушаем Мы послушаем композицию С пластинкой Как раз таки 4 четверти Называется Если бы я только знал Подожди Они Если бы я только знал Что принесет этот дождь Я бы тебе рассказал И ты поймешь Если бы ветер потерь В дальность тобой не унес Мы бы вошли в эту дверь Забытых грез Я не знаю Как мне объясниться Я как птица над водой Не найду покой Солнце тот же снится Те же лица Мы прощаемся с тобой Но я прошу постой Крепко сжимая Руку нас опускает Время медленно тает Так для нас с тобой Нет, я не знаю Для чего мы теряем То, что строили Сами Через кровь Ты убегала не раз Пряталась так далеко Я не искал, но сейчас Мне нелегко Я обещал изменить Свой неоправданный путь И ты так хотела парить А не тонуть Голос твой не слышу Крепко сжимая Крепко сжимая Руку нас опускает Время медленно тает Так для нас с тобой Нет, я не знаю Для чего мы теряем То, что строили Сами Через кровь И боль Если бы я только знал Что принесет Этот дождь Я бы тебе рассказал Ведь ты поймешь Павел Мурашев Браво Спасибо, очень красиво Паш, ну теперь ты задумываешься о каком-то псевдониме? Нет? Нет, я точно не... То есть мы как-нибудь так не получим? Живы раз из этого Ну ладно Так, хорошо, а лейбл тебе может предложить контракт? Как ты думаешь? На самом деле были как-то разговоры Давно очень, да Но мы как-то... Мы больше дружим То есть у нас какие-то такие хорошие дружеские отношения И их не хочется тоже, как Ксюша говорила Ну все не вариант Ну типа, ну да Ну то есть зачем? Ну какой-то такой странный будет момент Это, конечно, знаете, очень здорово Что у каждого из вас есть своя там армия поклонников Все равно там какие-то фанаты Ну да, да Ну пусть еще пока не такая много-много миллионная Но все впереди Но есть еще и поклонники именно вашей пары Которые там пишут чудесные совершенно какие-то комментарии Прям ее любуются вами И, конечно, вашей дочуркой замечательной Ксюш, скажи честно Павел часто дома бывает? Или все-таки история... О, да, он вообще максимально старается ей время уделять Правда? Есть возможность заниматься дома, работой тоже, да? Ну просто всегда, когда у него есть свободное время Он мчится домой Чтобы с ней погулять Чтобы с ней поиграть Чтобы с ней поедить Микаэл Микаэл, ну это вообще Как же вы так назвали, красиво Сколько ей сейчас? Там у нас была история, что нам, на самом деле, одновременно В октябре Пришло... Восемнадцатого числа, три годика Какой папа образцовый Посмотри-ка, все четенько, без подготовки Выполил Три Да, я в курсе Нет Саша просто спросила Ты другое начала говорить Да нет, я просто история начала рассказывать Хотела подвести А, сори Да, ничего Ну это ж папа Он конкретно все это Я тут история Он все четко Молодец Просто мы, когда были беременны Мы У нас Нам одновременно пришло Просто в голову Имя Миша Почему-то Для девочки Причем Вообще В разных совершенно Что я не обсуждала Что он не обсуждал Со мной это И он как-то стоял Что-то глазил И такой говорит А что если Миша? Я говорю Как тебе это в голову пришло? Ну то есть Это вообще странно Для девочки Такое имя А мы буквально Пару дней назад С подружкой обсуждали Тоже это имя И вот как-то вокруг него Все это начало Крутиться Вертеться Но и в итоге Вот родилась Микаэла И как здорово Что ты сейчас Рассказываю эту историю Еще и сообщила нам Что Павел оказывается гладит Да, я вот специально Застрила на это внимание Ну, маэстро Что еще? Моет посуду Может подмести пол Не знаю Пропылесосить А я не знаю Это как информация Выгодная Как обычный нормальный человек Как бы Ну, все На все способны Просто он все делает как маэстро Поэтому Красиво, да? Красиво Это так хитро можно сказать Паш Как ты Я это никогда не сделаю Конечно Это правда Говорит слова Она уже сочиняет песни Отлично Ну, да А следовало ли другого Ожидать Когда и мама И папа Пишут песни И поют Ну, все равно Это удивительно Она нам обычно дома Говорит Мама, не пой Или там Папа Ну, то есть У нее есть такое Мы же смеялись Первое время над этим, конечно Но сейчас уже Она начинает слушать И сама что-то уже исполняет В общем, интересно Вижу, все время Просится с нами на студию Ей уже прям Все хочется в процесс вникать Ну, значит Уже лет с пяти Я думаю Появятся песни Новая артистка Будет зажигаться Я с опаской отношусь На самом деле Желали бы судьбу артиста Дочки Неизвестно, что будет Вообще с нашей индустрией В то время, когда она вырастет А что, может быть Вообще ничего Нет, будем наблюдать Просто смотреть В этом и есть Как бы Ну, прелесть Родителей То есть Направлять Смотреть Наблюдать Ни в коем случае Не давить Или там Просто какое бы дело Не выбрала Она Первая задача Я считаю Что дать образование Максимальное И Ну, именно качественное И профессионала вырастить Потому что сам даже понимаешь Свои какие-то промахи Ошибки Упущения И понимаешь Как тебе этого сейчас не хватает И если вот Просто ты можешь На своем примере понять Что если человек Выберет эту профессию Что нужно обязательно Вложить в нее Да Ксюш, по-моему У тебя в Инстаграм Был недавно вопрос Такой задан Поделитесь Какой музыки По-вашему Сейчас не хватает А, да Я сгибал Если что-то Чего хотелось бы Слышать больше В русскоязычной музыке Мнений там Очень много У тебя Различных А мне хочется Как раз Ваше мнение Послушать Паш, твое Ксюш, твое Разумеется Ну, Паша там Высказал свое мнение Он сказал, что музыки Не хватает В современной музыке Не хватает музыки Нет, но это Какое-то такое Мне кажется, тоже Ладно, объяснись Общий, наверное, ответ Вообще, мне кажется Говорить, что нет музыки Это, наверное, не очень Корректно Ну, в принципе Я имею в виду Но мы сейчас говорим Сказал, что тебе лично Не хватает Да Допустим Если брать, допустим Пример западного Запада, да Западные, как бы, модели Допустим, там, не знаю Европы, Америки Чем мне Импонирует эта история Да Тем, что там Есть вся музыка То есть Как бы есть, допустим Паровоз Поп-музыки И все жанры, да Представлены Да, есть паровоз Музыки, допустим Там, не знаю Крис Браун Ариана Гранде Там, тот же Пост Малон То есть Вот они в этом поезде Несутся Многомиллионные Там, стадионы Там, то есть Продажи Там, стримы И так далее То есть И они чувствуют себя Там комфортно Конечно же, да То есть круто При этом Есть потрясающий паровозик Соу-музыки Да И R&B Которая не так Может быть популярна Но у них Все на рельсах Эта музыка Стоит на рельсах И паровоз Как бы двигается И там тоже Чувствуют себя комфортно Ребята Потом есть Также кантри-музыка Это вообще Огромный пласт Если кто-то Сейчас еще все больше И больше Популярно Становится Кто-то бы задумался Типа Кантри Что это такое Это огромный пласт Даже больше Чем все остальные Чем Ариана Гранда И Джастин Тимберлейк Они собирают Огромные стадионы Мне бы хотелось Чтобы у нас в стране И огромное желание Поэтому и хочется Развивать Этой двигатель Чтобы Даже если молодые ребята Хотят что-то делать Они бы не думали о том А как вот запрыгнуть В этот паровозик Который уже типа идет И как бы вот Под одну гребенку Все делают одну музыку Что заходит наверняка Что заходит наверняка Они запрыгивают И А все остальное Все стоят на перроне И я бы хотел Чтобы музыки Потому что я очень знаю Много талантливых ребят И которые круто пишут И лирика И музыка Хотелось бы Чтобы каким-то образом Может быть Опять же На мне это тоже висит Ответственность Не каким-то образом А висит Да Создать 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 И мы действительно Да Хочется Чтобы люди Создавали вот эти вот Как сказать Паровозы Паровозики Да Которые работали И главное Это момент просветительства То есть К сожалению Я думаю Что каким-то образом Сейчас к этому Все движется Дай бог Дай бог Дорогие друзья Я вам хочу Открыть большую тайну Так Вот страна FM Вот вы как раз Кстати занимаетесь Просветительской деятельностью Мы эти паровозики Спасибо Мы эти паровозики Мы прямо вот отслеживаем И вот в разных-разных жанрах Потому что да И есть такие ребята И есть реально И в роке Что делают Классно И какой-то симбиоз Там и в соуле И там И там И там И сейчас еще Очень огромное количество Ребят Вообще стали Многожанровыми Сами В их музыке Слышится И джаз У них слышится Там и рок У них там И хоть тебе и шансон И все это Чуть-чуть-чуть намешано А в итоге Классный продукт получается Вот Паш Ну давайте вместе двигаться Коваль С вами Да Вот Фидель Прекрасных людей Коллег Как вы Спасибо большое Ксюша Ну ты выскажешься На задный С собой уже вопрос Я с Пашей согласна Я говорю что Вы правильно заметили Что на самом деле Это вот задача Ваших коллег Чтобы Ой не надо Не надо Пусть они так вот Существуют Ой они такие молодцы Правда Пусть 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 Ну мы все Мы сейчас знаете Все в одном бизнесе Находимся И думаю что Каждый свой путь Пускай как бы Ну все делают свое дело Вообще за коллаборации За популяризацию Друг друга Хочется друг другу Помогать Потому что опять же Чем нам импонирует Западная модель Тем что там люди Они все вот как-то Вот в одном бизнесе Друг с другом Вот постоянно что-то Делают совместно А у нас Все равно еще есть Вот это вот Что каждый Каждый закрылся В своем Где-то что-то Что-то делает Лишь бы вот Свои там пути выхода Никому не рассказать Хотя наоборот Чем больше вы Сплочаетесь И чем больше Вы друг друга поддерживаете Тем больше Каждый из вас Персонально получает Выхлопа Извините Такое сравнение Ну то есть слово В своем собственном деле И давайте попробуем Маленький прогноз Составить Как вам кажется Какой жанр музыкальный В будущем В России На первое место Кальян рэп сейчас На первом месте А следующий Потому что он вечно Не может быть Да понятно Что следующий Будет какой-то Или что-нибудь Да сложно спрогнозировать Потому что сейчас Вообще Ну какие-то неожиданные Совершенно вещи Выходят в топ Поэтому Не знаю От артистов Наверное Больше зависит Паша У тебя есть прогноз Я думаю Я соглашусь Вот это только Прямо с языка Снял Насчет артистов То есть все зависит От личности сейчас Удивительно Но правда Если ты Личность Ну то есть За тобой хотят идти люди То есть ты интересен Я даже Думаю Что не важно Что ты поешь Или что ты делаешь То есть у тебя То есть такие примеры Для меня допустим Билли Айлиш Человек Который Ну в первую очередь На нее смотришь И ты видишь Что это просто личность Ну идея Необычное искусство Необычное Она молодая Но я понимаю Что там потрясающий менеджмент Имеется ввиду Там с папой Да там у них семейный Да конечно Но они прям знают Что они Они прям Вот у них прям Вот есть четкая модель И люди Ну и музыка Безусловно Индивидуальность Скорее Очень да Индивидуальность 100% И музыка 100% Мне кажется Будет разнообразной И разной И как ты сказала Да то есть Многожанровые даже Артисты уже Да И это здорово Абсолютно здорово То есть это Не будет такого Только так ребята Это уже не модно Ну как бы сейчас Даже то же самое Видим Ты открываешь iTunes И ты вообще не понимаешь В каком-то году Сейчас находишься То есть то ли ты в 90-х То ли ты в 2000-х Или ты вообще Есть такое В 70-х Потрясающий Какой-то винтажный звук Какого-то То есть Ну все разно Слушайте Ну очень здорово Что вы обладаете И талантом И навыком И опытом И главное Что вы откровенно говорите Что вы тоже Вы в поиске Вы пробуете Вы экспериментируете Значит На ваших плечах Тоже большая ответственность Той музыке На которой будут расти И ваши дочки И наши Поэтому надо учиться Образовываться И целое поколение Да Конечно Паш Я знаю что ты нам еще Можешь Подарить Кусочек песни А может быть С Фидель вместе А может быть С Фидель А давайте что-нибудь Что я хотела сказать Не я просто думаю Как бы у меня еще одна Такая очень Спокойная песня Прекрасно Пой Да Хорошо Что это будет за песня Скажи Это тоже с этой пластинки Песня кстати Которая Как Поговаривают Она Большую всего Популярность имеет С пластинки Она называется Не закрывай глаза Что А что ты на меня смотришь Можно Он спрашивает Одобрение Можно начинать Да А я соавтор Кстати Если ты это имел ввиду Вот Я к этому И хотел сказать Да Соавтор этой песни Как раз таки Ксюша Потому что она Тоже очень так Прочувствовала И поняла ее С нее вообще Все началось С этой песни Это был вызов Мы Помню Ну опять же Историю семейного архива Паша сидел За роялем дома Я что-то там Копошилась на кухне И он говорит Я такой припев написал И мне значит Поет его Такой Ну и что будет С этой песней Да опять она В стол уйдет И для меня это были Просто Как вызов Вызов Я сказала так Все я напишу Куплеты на эту песню И пусть вот С нее все начнется И так и случилось На самом деле Мы молчим Мы знаем слишком много причин Ты помнишь Я хотел быть один И легче оставаться чужим Расскажи О том Как больно Ранил внутри Я ночью видел Все твои сны И чувствовал И чувствовал Их лучше Чем ты Я обещал тебе Что я не уйду Но это было Снова в пьяном бриду Когда мы вместе Уходили с тобой Не закрывай глаза, не отводи свой взгляд Я вижу насквозь тебя, знаю, как тебе больно, больно Ты не закрывай глаза, не отводи свой взгляд Я вижу насквозь тебя, знаю, как тебе больно Ты не спишь, ты можешь, но вы не бежишь И снова до конца все простишь, ведь ты меня ничем не винишь Посмотри, ты так меня хотела спасти И вот теперь сама на куски Здесь навсегда остаться лишь клей Я не хотел, чтоб ты сходила с ума Но все, что есть ты сочинила сама И что теперь ты видишь, глядя в мои глаза Не закрывай глаза, не отводи свой взгляд Я вижу насквозь тебя, знаю, как тебе больно Грустно, но очень красиво Павел Мурашов, Фидель Знаете, что я вам хочу сказать? У вас получаются очень красивые, чудесные дети У вас получаются очень красивые, чудесные Песни Проекты интересные, тоже дети В общем, конечно, продолжайте, пожалуйста, в том же духе И продолжайте нас радовать И, конечно, удивлять в самом хорошем смысле этого слова Ксюш, давай напомним быстренько, что мы ждем от тебя в ближайшее время Завтра химия, релиз в iTunes Завтра химия, релиз в iTunes Ну и обещано там большое количество тоже релизов и клипов Конечно, все осенью прям будем бомбить Следим за тобой в соцсетях и ждем тебя всегда с премьерами у нас У Павла выход, значит, EP Как называется он? 11 октября, кстати, выйдет еще одна песня 11 числа Да, новый сингл Это прям будет очень интересно Да, и потом EP А потом EP Да, 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 так точно В общем, тоже огромное количество новостей Надо следить, конечно Вы тоже нас держите в курсе и приходите с премьерами Павел Марашов, Фидель Спасибо огромное Спасибо вам Спасибо и вам, друзья До встречи До свидания Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ